Пречувствие Эти картины все-таки они живут своей какой-то жизнью Вот Надя Устинова со своими картинами Она рисует что-то, что потом исчезает Везде появляются огромные дома Но она успевает сделать то, что было Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Может быть немного пророком Но ему дана возможность не только предсказывать Но и участвовать, соучаствовать в предсказании И даже проходя через что-то трагическое Даже чувствуя что-то трагическое Я стараюсь не терять надежды Я стараюсь дать этой надежде возможность проявиться Может казаться разрушительным На самом деле освобождение Это высвобождение чего-то нового Новой жизни Возможно появление новой жизни И работая я чувствую музыку Для меня работа это не монолог Это диалог И когда я чувствую некую свободу Я понимаю, что я на правильном пути Володя Канищев, которого я знала в России И совершенно не думала, что он вдруг окажется в Израиле А он в Израиле оказался И стал рисовать Бершеву И говорит, что он с этой Бершевой разговаривает Что вот у него в городах нету ни машин, ни людей, ничего У меня картины не абстрактные, а фигуративные Но я такое, наверное, называют визионерским Я просто вижу перед собой или в голове разные картинки Ну и потом их воплощаю Ну вот этот цикл называется Ну как путешествие натюрморта То вот он в траве Потом тот же натюрморт затонувший в воде Потом тот же натюрморт на улице с радугой Потом он на окне Я в Израиле относительно недавно Около двух лет Вот Иерусалим один, Тель-Авив другой Приморские города совершенно третий Израиль весь совершенно разный Но в этом его сюр и его как бы притягательность для меня То, что тут какое-то все разное я не предскажу У меня вот Иерусалим так подействовал Что вот я вот нарисовала проводы воина Это хеврон Это я там первый раз была вот в хевроне Сейчас огнивьте Последний день Помпии Самая трагическая такая работа Полное предупреждений И поэтому здесь вот нарисована Это сама платы гомосексуализма С разрушающимся городом И моя позиция на эту тему очень-очень четкая Хотя она, может быть, многих и огорчает Субтитры сделал DimaTorzok Почему люди? Потому что от людей ничего не зависит в этой жизни Потому что даже когда людей не будет Все равно останется все остальное А почему кошки? Потому что я их просто люблю Потому что они красивы и прекрасны В отличие от людей Субтитры сделал DimaTorzok На эту выставку я взяла еще одну картину Картину большого шума То есть что такое большой шум? Это какие-то огромные кляксы, которые загораживают мир Что вообще наша жизнь Что мы через какие-то шумы И вместе с какими-то шумами Что-то пытаемся уловить И вот я нашла старую энциклопедию От нее отваливались кусочки Из этих кусочков вдруг Очень хорошо стал составляться Вот этот портрет Даниэля А еще, как понятно, сюда выпрыгивает много чего-то Что я не знаю И пускай толкуют, как хотят Я верю во всякое предначертание Что это значит? Это значит, что если будет тому угодно То у нас все это сложится И мы сможем заполнить наш зал